Трейдинг – это непростое занятие, будь то торговля акциями, контрактами или криптовалютой. Тысячи сделок в день, миллиардные обороты в месяц. Нужно очень хорошо разбираться в техническом анализе, различных фигурах, индикаторах и иметь стальные нервы. И если это все удается правильно применить, то и дорога к несметному богатству становится простой. Ведь среди самых богатых людей полно трейдеров. Стоп. Или нет. Меня зовут Дмитрий Ватеропин, я финансовый аналитик. И в этом эпизоде мы назовем главную причину того, почему рыночные спекулянты не богатеют. Для начала определимся с терминами. Трейдер – это специалист, который занимается активным управлением на рынке. В штате многих финансовых и не только финансовых организаций могут быть трейдеры, выполняющие сделки по поручению руководства или клиентов. Мы же будем говорить о специалистах, которые стараются заработать сами, заключая сделки по своему усмотрению и на свой страх и риск. И действительно, если мы возьмемся за списки самых богатых людей в мире, его обычно составляет Forbes, то практически ни в одной стране мы не увидим большого количества рыночных спекулянтов. Там будут представители технологических компаний типа Маска, Гейтса, Цукерберга, портфельные, то есть классические инвесторы вроде Баффета, крупные банкиры, потребительские магнаты, сырьевики, металлургии и т.д. Из всего списка 100 богатейших людей планеты, меньше 5 человек заработали огромный капитал на рыночных спекуляциях, но и у них львиная доля дохода приходила за счет стороннего бизнеса – комиссии за управление, комиссии за успех, рыночных спредов от маркетмейкинга и т.д. Почему же так выходит? Ведь трейдинг нам постоянно презентуют как нечто сверхдоходное. А в медиа существует огромное количество экспертов по техническому анализу, невероятно успешных трейдеров с огромным опытом торговли, инсайдеров с уникальной информацией и прочих-прочих. Причем все они с радостью готовы поделиться секретами своего успеха за небольшую плату от вас. Дело в том, что активное управление заранее обречено на неудачу. Я сейчас все поясню. Почти все стратегии трейдинга можно разделить на две категории. Это маркет тайминг, когда управляющий пытается угадать правильное время для входа и выхода из позиции, ну то есть попытка угадать тайминг движения рынка. И стокпикинг, когда управляющий пытается отобрать определенные активы из всей вселенной инвестиций, то есть решить, во что вложить деньги, а во что нет. Эти стратегии, конечно, часто пересекаются, образуя самую рисковую категорию, где трейдер пытается угадать как правильный актив, так и правильное время входа и выхода из него. Я уже подробно рассказывал об этих двух стратегиях в предыдущих выпусках. Если говорить кратко, обе стратегии не работают, а их гибрид тем более. Из всей вселенной трейдеров есть лишь доли процента тех, кто сможет стабильно обыгрывать рынок. Округлив эту цифру до целого числа, мы получим ноль. От одного до трех активных спекулянтов зарабатывают, ну то есть получают больше нуля. Доходность выше государственных бумаг показывает лишь половина из них. Ну а доходность выше широких индексов меньше десятой части. Поэтому можно сказать, что никто из спекулянтов не способен показать доходность выше рынка. Более того, активное управление обходится значительно дороже. Комиссии растут вместе с количеством сделок. Плюс вознаграждение управляющего сверху. Здесь можно вспомнить знаменитые пари на миллион долларов Уоррена Баффета, которые он предложил заключить накануне величайшего мирового финансового кризиса 2008 года. Условие было простым. Трейдер, обыгравший индексный фонд на S&P 500 по итогам следующих 10 лет, получал 1 миллион долларов из кармана Баффета. Индексный фонд – это набор инструментов, который просто пассивно повторяет его структуру. То есть фонд на индекс S&P 500 будет состоять из тех же инструментов, что и сам индекс. Парадоксально, но из огромного количества смелых и рисковых парней на Уолл-стрит, лишь один управляющий откликнулся на призыв Уоррена Баффета, подписавшись под условиями. Им стал Тед Сайц, управляющий директор протеже Патнес на тот момент. Его стратегия заключалась в распределении денег между хедж-фондами, которыми управляли высоко квалифицированные команды трейдеров и аналитиков. Получился так называемый фонд хедж-фондов. Поначалу дела шли для Баффета не очень. В результате мирового финансового кризиса и падения большинства фондовых рынков в 2008 году его индексный фонд упал примерно на 37%, в то время как стратегия Сайца показала результат в минус 24%, что несравнимо лучше. Тем не менее, после 10 лет упорного труда ситуация поменялась. Стратегия хедж-фондов принесла инвесторам всего около 36,3%, в то время как индекс S&P 500, пережив головокружительное падение почти сразу после заключения пари, вышел на доход в 125,8%. Вот так просто Баффет на практике показал, что активное управление капиталом менее эффективно, чем пассивные инвестирования, особенно в долгосрочной перспективе. Но сам бизнес по управлению капиталом крайне прибыльный. Средняя комиссия за активное управление в Штатах составляет чуть более 1%, и это только прямые издержки. Если учесть, что в среднем трейдеры проигрывают рынку, то инвесторы теряют значительно больше. Представьте, что ваш инвестиционный горизонт выше 10 лет. Недополученная прибыль в таком случае становится просто колоссальна. Вместе с тем управляющий продолжает зарабатывать вне зависимости от дохода клиента, поскольку берет с него комиссию за управление. Конечно, комиссия может быть за успех, но давайте вспомним историю про Баффета. Мотивация обыграть рынок была очень серьезной. Все-таки миллион долларов. Но тем не менее это не помогло выиграть. Остается вопрос, почему же многие люди продолжают заниматься заранее убыточным бизнесом? Одно из недавних исследований выделило три причины этому. Первая заключается в том, что трейдеры могут обладать искаженной кривой риска и доходности. Ну, то есть они заранее ищут такие сделки с большим вознаграждением и, конечно же, большим риском, наподобие лотереи. Вторая причина в их сверхуверенности. Спекулянты могут необъективно оценивать свои знания, возможности и умения. Ироничный пример, что большинство трейдеров не осознает, что большинство из них теряет деньги, а не зарабатывает их. Неадекватная оценка собственных способностей и приводит к повышенному уровню риска, на который они обрекают как себя, так и своих клиентов. Третья причина – нефинансовое вознаграждение. Есть мнение, что людям нравится сам процесс, а не результат. Риск, на который они обрекают себя и своих клиентов, заставляет их получать положительные эмоции. А редкая, но удачная сделка поощряет собственное эго. Это вознаграждение настолько сильное, что заставляет их закрывать глаза на общую неэффективность и постоянные убытки. Причем это та же зависимость, что и с азартными играми. Любой увлеченный игрок в рулетку будет вас уверять, что при определенной стратегии можно не только не терять деньги, но и получить шанс резко увеличить депозит. На деле все обстоит совершенно наоборот. И в трейдинге, и в рулетке ожидаемая прибыль, или как любят говорить технари, мат ожидания отрицательны. Вам может улыбнуться удача, и вы заработаете пару раз, но системного заработка это не принесет. Подумайте вот о чем. Если бы трейдинг был системно прибыльным занятием, то можно было бы ему научиться. Со временем результат постоянно торгующего специалиста улучшался бы. Убыточных бы сделок становилось меньше, а прибыльных становилось больше. И ученые искали этому подтверждение, но не нашли. Вместо этого они подтвердили догадку о том, что трейдинг близок к азартным играм. В их случае результат определяется чистой удачей. И участник не может со временем научиться рулетке, он может лишь полагаться на удачу. Говорить о системном заработке в таком случае просто глупо. Для справедливости стоит напомнить, что вы можете оказаться в числе тех 0,01% невероятных спекулянтов, которые могут какое-то время обгонять рынок. Но шансы этого один к миллиону. В общем случае не стоит поддаваться искажению сверхуверенности. Лучше рационально оценивать свои возможности. Ну а самое ужасное, что можно сделать, это заплатить кому-нибудь за обучение трейдингу. Эти деньги не окупятся никогда. Если это видео показалось вам полезным, поделитесь им со знакомым трейдером. Разумных вам инвестиций.